снова здравствуйте дорогие друзья здравствуйте братья и сестры в данном видео мы с вами поговорим о развале советского союза чиль используя при этом две своеобразные призмы для устремления нашего взгляда первая призма это националисты вторая призма не менее важное это понятие геноцид тире геноциды о чем это я сейчас вы поймете когда говорят о развале с очень часто адресуют этот момент развалом кгб в общем-то некой спецслужбы которая являлась своеобразным охранным куполом для сохранения территориальной целостности советского союза и всего соцлагеря второй момент это распад экономики и многочисленные как сейчас принято говорить санкции которые обрушивались со стороны запада на разваливающиеся экономику ссср но все это советский союз неоднократно переживал и поверьте мне народы советского союза данные направления не смогли бы до конца разрушить и единственная составляющая которая при имени двух предыдущих о которых я говорил довела советский союз до полнейшего краха это было негласный указ властей ссср то есть кремля о разрешении возвращения на территорию ссср всех кто когда-либо вынужден был покидать территорию советского союза о ком идет речь конечно же в советский союз смогли вернуться и истинные патриоты но также на территорию или советского союза стали поступать тире прибывать различные представители националистических кругов проживавших до этого времени за границей о чем и о ком я говорю ну давайте с проанализируем русские националисты которые образовали в россии в начале буквально восьмидесятых такую организацию как рне баркашовцев и так далее украина рух в армении дашнаки в отношении азербайджана не все так было просто так как мусават это организация которая включала в себя не только националистов но и людей которые просто были не согласны с большевистской идеологии не являясь при этом националистами то есть мусават это было крайне обширный такой действительно истинно можно сказать народный фронт который к сожалению возглавляли достаточно недалекие личности то же самое можно было сказать и про среднюю азию туда тоже запустили всевозможных радикалов и представители которые были обижены на кремль со времен еще 1918 года которые хотели мести за своих предков это правда я неоднократно заявлял и буду заявлять что все вот эти организации которые как по мановению руки вдруг появились по всей территории ссср курировались завербованными к тому времени представителями кгб работавшими на запад сейчас вы скажете а почему же власти кремля это допустили до небольшое сделаем отступление и на этот вопрос я неоднократно отвечал горбачёв хотел тире видел себя неким подобием ленина тире сталин он хотел войти в историю как человек который переиграл запад а ленин это сделал а ленин на деньги германии совершил революцию которая как вы понимаете должна была привести к развалу всей россии но как вы также знаете этот же самый ленин на деньги оставшиеся от вложений запада организовал затем экономическую реформу которая чуть не привела советский союз уже на тот момент в ранг сильнейших государств мира я говорю про НЭП то же самое проделал уже после великой отечественной войны Иосиф Сталин в момент войны он неоднократно вынужден был принимать поддержку западных стран и запад как вы тоже должны были осознавать рассчитывал что советский союз после победы над фашизмом вынужден будет отдавать эти долги в частности рассчитывал что Сталин позволит приравнять рубль к доллару но что же сделал Сталин Сталин переиграл запад он именно переиграл запад беря многочисленную поддержку в конце войны он приравнял рубль к золоту отказав США и США ничего не смогли сделать кроме как начать холодную войну которая опять таки ни к чему хорошему для запада не привело но давайте сейчас чтобы я не выглядел голословным и единственной фигурой которая говорит на эту тему и использует такие примеры я ознакомлю вас с видеороликом который записал российский тире русский эксперт Дмитрий Бабич в своем видео он как раз таки и поднимет все те моменты о которых я вам только что сказал давайте послушаем правда я хочу сказать еще несколько слов когда он говорит о развале Советского Союза он немножко ошибается чуточку он во первых все свое внимание акцентирует в основном на украинских националистах забывая опять таки о тех националистах которые я вам только что описал это первый момент и он забывает о том что разрушающие силу понятие геноцид появилось не в 80-е годы касательно Советского Союза а в 65-67 году я уже делал ролик об этом аспекте историческом аспекте истории СССР когда в 1965 году некие силы в Кремле решили в связи с 50-летием так называемого армянского геноцида поставить памятник в Армении посвященному данному якобы геноциду то есть уже в тот момент стало зарождаться в Армении еще задолго до появления националистических организаций в России в Украине и так далее уже в тот момент было брошено зерно для появления националистов в Армении и об идее озвучке так называемого геноцида ну а теперь давайте послушаем что же говорит Дмитрий Бабич здравствуйте с вами программа Россия и Тюркский мир и я ее ведущий Дмитрий Бабич наверное в нашем сегодняшнем выпуске нам нельзя уйти от темы признания со стороны Соединенных Штатов Америки в лице президента Джо Байдена так называемого геноцида армян 1915 года слово геноцид очень эмоциональное оно воспламеняет людей и в свое время в конце 80-х в начале 90-х годов именно слово геноцид стало одним из главных разрушителей нашего с вами бывшего общего государства Советского Союза помните тогда это слово стало очень модным говорили о геноциде украинского народа во время коллективизации говорили что вообще советское сельское хозяйство это геноцид ну и конечно же очень много говорили о геноциде в контексте политических репрессий на самом деле конечно когда так легко употребляется такое страшное слово это свидетельствует об определенной исторической неопытности а иногда и просто об исторической безграмотности людей которые это слово употребляют ведь что значит Америка признала геноцид армян это значит например что украинское руководство во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским должно будет сделать выбор если оно согласно с Соединенными Штатами то оно не получает турецкие беспилотники Баграктар а я вам напомню что именно этими беспилотниками Зеленский угрожает вернуть Донбасс если же сопротивляются США то возникает вопрос что же вы не следуете линии большого брата тогда почему США должны давать вам кредиты через международный валютный фонд почему вы вообще-то еще претендуете на то чтобы вступить в НАТО и так далее и так далее судя по всему Джо Байден когда принимал вот это решение о признании геноцида он все эти последствия просто не продумал не продумал потому что ну во-первых американцы традиционно не очень знают историю других народов особенно историю покинутой их предками Евразии а во-вторых сейчас в США как и к сожалению в Евросоюзе к власти пришла новая революционная идеология которая вообще предлагает стирать многие страницы прошлого ну вы видели например разрушение памятников в США это такой немножко детский взгляд на историю да те страницы истории которые не соответствуют сегодняшним ценностям сегодняшним нашим представлениям о добре и зле должны стираться мы должны смотреть на историю вот глазами ребенка давайте сначала вспомним события которые я уверен большинство наших зрителей пережили или хотя бы помнят основные веки этих событий это безусловно процесс развала Советского Союза в 91 году процесс развала Советского Союза занял несколько лет я считаю что неправы те кто говорят что якобы Советский Союз был обречен что он шел к этому развалу десятилетиями это не так но да несколько лет Советский Союз постепенно разваливался причем разваливали его вольно или не вольно руководители которые сначала выпустили из бутылки джина истории а потом постепенно позволили развалить и финансовую систему и в конце концов юридическую политическую систему связывавшую Советский Союз в единое государство так вот чтобы разобраться в том как это происходило и какую роль во всем этом сыграло слово геноцид я предлагаю обратиться к книге вот такого замечательного современного российского писателя Святослава Рыбаса книга называется Таир Мансуров но пусть вас не смущает это название просто речь идет о том что событие развала Советского Союза дается глазами Таир Мансурова человека который в 90-е годы возглавлял посольство Казахстана в России а до этого работал в ЦК КПСС в социально-экономическом отделе то есть видел как в конце 80-х начале 90-х годов собственно шел процесс развала начиналось все как раз со слова геноцид дело в том что еще в конце 80-х годов одной из своих первых реформ Горбачев вернул из ссылки вернул из других регионов СССР украинских националистов то есть тех самых людей которые говорили что в начале 30-х годов украинский народ стал жертвой геноцида тот факт что коллективизация действительно ставшая страшной бедой проходила с жертвами и в Поволжье и в Казахстане и во многих регионах Северного Кавказа этот факт украинские националисты естественно не учитывали как только это слово зазвучало и когда оно стало почти что официально принятым начались разговоры о других геноцидах белорусские националисты заговорили о геноциде якобы проводившемся в 30-е годы и в конце 40-х когда западная Белоруссия интегрировалась в состав СССР и соединялась с Восточной Белоруссией и да при этом происходили политические репрессии давайте я здесь остановлю кто захочет сможет послушать данное видео до конца здесь меня заинтересовал тот аспект почему Дмитрий Бабич избежал разговора об аспекте который я уже поднимал в данном своем видео об аспекте установки памятника армянскому геноциду в 1967 в 1967 году вопрос интересный честно говоря с одной стороны действительно видео крайне важное с другой стороны без этого указания я не знаю то ли Дмитрий Бабич забыл заговорить об этом аспекте то ли не знал о нем честно говоря в то что он не знал я в этом очень сильно сомневаюсь я знаю что сейчас скажет Дмитрий Бабич возможно бы сказал что он говорит о геноцидах которые исходили от Кремля назовем так от центра а памятник геноциду армян все таки исходил и говорил людям о совершенном зле со стороны Турции но не Кремля маленькое но здесь Дмитрию Бабичу я хотел бы напомнить что армяне в частности называли азербайджанцев так же как и турков турками то есть данный геноцид раскалывал не Армению и Москву а раскалывал два государства входившие в Советский Союз две республики между собой и многие армяне конечно же подходя к этому памятнику в те годы задавались вопросом а что же предшествовало к чему привело и люди начали искать ответы а ответы присылались в основном из западных исторических так называемых институтов которых искажалась вся правда ничего не говорили об Александропольском договоре когда Дашнаки отдали те земли которые армянство утверждает что отдал Ленин Ленин не отдавал Ленин закрепил тот договор который уже был на тот момент между Дашнакской Арменией которая пала к приходу Ленина тире большевиков в Армению он просто продлил этот договор между Дашнакской Арменией и Турцией то есть он не отдавал он зарезервировал тире продолжил работу данного договора и даже больше он часть земель которые по данному договору должны были быть в составе Турции сохранил за Арменией все это конечно же вычеркивалось уже тогда из памяти армян армяне сейчас не любят говорить об Александропольском договоре хотя он имел место это так для напоминания в частности Дмитрию Бабичу о том что понятие геноцида на территории Советского Союза возникло как минимум в 1965 году почему он акцентирует внимание на Украине ну на мой взгляд ответ тоже крайне прост потому что он все-таки российский журналист и видимо есть темы которые не позволено поднимать даже вестнику Кавказа Азаря продолжая рассуждать на данную тему на тему геноцида меня знаете заинтриговало тире заинтересовало то видео которое я сейчас включу и ознакомлю вас данное видео четко характеризует изменения в мировоззрении России и в страхе армян что Россия может переиграть тире отменить признанный так называемый в кавычках российской Госдумой армянского геноцида это произошло в 1995 году и они чувствуют эти нотки в частности в высказываниях Пескова рупора Кремля давайте послушаем этот момент пока шли нешуточные баталии Кремля со штатами на глобальной сцене и светляной мельницей Навального внутри страны развязка как водится кралась незаметно 24 апреля 2021 года президент Байден решил замкнуть армянскую высоковольтную цепь которая однажды в 1988 уже использовалась для переформатирования за Кавказье на этот раз армянам предоставляется вероятно последняя возможность сыграть роль вне русско-турецкого паттерна актуального уже два века и приведшего к невообразимым людским и территориальным потерям это обстоятельство вызывает в Кремле явное замешательство иначе нечем объяснить беспрецедентный выпад в адрес армянского народа и его государства со стороны высшего руководства Российской Федерации но как невелико чувство брезгливости придется процитировать официального спикера президента Российской Федерации Владимира Путина в интервью российскому первому каналу 28 апреля 2021 года он сказал следующее я думаю что в большей степени вот это вот признание геноцида со стороны Вашингтона скорее всего это состарная часть это излюбленные игры в кнут и пряник это нежелание сострадать армянскому народу нежелание глубинно понять историю Османской империи историю Армении конец цитаты по агентству ТАСС не подавляющему большинству других не пройдем мимо тройного употребления указательного местоимения это и двойного ввод обратите внимание насколько слова Пескова напугали армянство если они решили так скрупулезно проанализировать высказывания Пескова интересный факт свидетельствующих о крайней степени презрения к объекту речи со стороны источника мнения объект презрения признание геноцида армян заметим также сочетание осторожного я думаю в большей степени уверенного это составная часть что свидетельствует о поиске приемлемой для эфира словесной формулировки транслируемого мнения Владимира Путина каково же высочайшее мнение армяне предмет пригодный для игры признание геноцида эквивалентно нежеланию глубинно понять историю Османской империи и Армении за широкой спиной спикера Пескова не разглядеть руководителя государства подитожим этническое выделение армян в формулировке спикера президента Российской Федерации о сострадании позволяет говорить о нанесении пунктом как это не прискорбно грубого оскорбления армянскому народу так как предположить что президент Российской Федерации не желает понять историю упомянутых спикером стран глубинно невозможно то пунктом первое лицо российского государства факт геноцида армян отрицает недорогого пошиба уловка в виде опубликованной позже оговорки спикера о личном в данном случае мнении ничего изменить не может дело в том что по вопросу самого существования России в ее нынешнем виде о продлении ее мнения именно такой вопрос личных мнений ну давайте остановимся и сейчас с вами обратимте внимание опять-таки для начала на страхе армян в отношении переформатирования отношения России к вопросу о геноциде тем более на фоне сближения России и Турции это первое второй момент в отношении которого я бы хотел акцентировать ваше внимание и вопрос очень важный крайне важный что такое политика России и как она изменилась за последнее время если сравнивать Горбачевско Ельцинский период и период Путина правления Путина Путин с точки зрения международной политики перестал плясать как пьяный медведь под дудочку западных государств государств он в частности уже не отрицает если говорить только для начала об исторических моментах что Россию во многом породили не народы Европы а народы Евразии тюрки в том числе это первый момент то есть он уже отторгает Россию от Европы с точки зрения пока истории второй момент который тоже говорит о многом Путин стал смотреть на страны с точки зрения не так называемой неких будущих стратегических шагов которые зачастую ведут в никуда а он стал смотреть на интересы России в данный исторический момент и это тоже крайне важно ну что ж дорогие друзья разница между Путиным правлением Путина и Горбачева Ельцинского периода в общем-то я осветил Путин не старается переигрывать Запад как это делал Горбачев он не старается копаться тире прислуживать Западу вот что пугает армянство так как армянство связано с Западом армянству выгодны были бы какие-то грязные делишки Путина в отношении попытки переиграть Запад он не заинтересован в этом эта разница приводит прежде всего к стабилизации внутри российского межнационального мира чего не было ни при Горбачеве ни при Ельцине он стал ставить знак равенства во всяком случае старается ставить знак равенства во между всеми народами правда к сожалению в начале своего правления он дал некий толчок тире помог захватить представителям одной из одной из национальностей такую такой сегмент в России как телевидение прокуратуру правоохранительные органы юг России я говорю конечно же об армянстве сейчас из этого списка можно спокойно вычленить прокуратуру которая не лежит под армянством и юг России на территории которого сейчас происходят колоссальные реформы и многие представители армянства которые до недавнего времени были не подсудны оказываются за решеткой единственный спектр который все еще курирует армянство в открытую это медиапространство но недовольство уже самих россиян этим фактором думаю что опять-таки позволит путину без оглядки на крышующих вот этих медиафигур личностей произвести реформу и в этом спектре но поживем увидим на этом все дорогие друзья я бы закончил бы данное видео но я хочу ознакомить вас с еще небольшим видеороликом это уже для юмора давайте посмотрим да это инцидент на границе с Арменией азербайджанские и армянские пограничники встретились ну пограничники условно в кавычках военные салфетки в кавычках салфетки салфетки все салфетки надеяне кто-то хочет сдан на границе в кавычках в кавычках бред живым без не заполни а нет мы там давайте сюда наш Я с тобой уже разговариваю, ты же меня слушаешь? Ты слушаешь, идешь вперед. Ну конечно, это моя территория. Мать это. Как? Что-то ты не могла бы сделать. На деле, с этим задумаешься. Ты можешь объяснить? Мои посты там, это моя территория. Мои посты, это не могу совершать. Как решать? Конечно. А что решать вопрос? Территория. Вот это моя территория, да? Это моя территория? Там тоже моя территория. Иди я говорю, что отдам тебе сейчас сегодня. Если у нас в понедельник сядет, то отдам. Разложим? Нет. Я сказал, что вы убедите в ваш курс церебрадский. Я... Наши церебрады. Ты тоже нашли. Координатами от Валекова-Ванкинина. Прошу прощения. Я с тобой с полковником разговариваю. Кто такой вообще? Тебя не уважают, да? Обратите внимание, когда армянского полковника перебил армянин, он не обратил на это внимание. То есть это тоже не уважение? А тут азербайджанский солдат сказал пару слов. Это не уважение, да? Смешно. Я вижу, что это у вас бардак. Тебе не уважают. Смотри. Это, блядь, не надо, товарищ полковник. Это я тебе не освобляю. Сачи, Сачи. А, беспорядок в азербайджанской армии. Ну, что можно сказать? Браво. Данный полковник армянской армии, видимо, забыл о том, что такое армянская армия сейчас. Смешно. Продолжим. Сачи, Сачи, я могу отдать, давайте, назад чуть-чуть, чуть-чуть назад, чуть-чуть назад. Пусть они отходят, начальник даже отстанет. Нет, я дал команду, а тебя не услышит. Ты чё? Ты чё? Пусть они отходят. Пусть они отойдёт. Они сами по авторию стоят. А куда они идут вместо? Вот стоите. Так, дуру, куда ты писал? Так-то. А, ты как-то дуру, я вот что, теперь пошёл. Давай. Это сейчас детский разговор. Я вижу только один ребёнок. Одного рабинку. Да, классно. Это точно. Ты чё хочешь? Я? Да. А чё? Врачё? У меня ничего нету. Ну да. Для тебя ничего нету. Ну да. Что ты интенсии не случаешь? Не надо. Не надо. Что ж так же делать? Не делаю. Не делаю. Не толкай меня. Ты не толкаешь. Я стою, ты не толкаешь. Что ты делёшь, ты меня? Поставь сюда. Ну да. Я подхожу. Ну да. Так вот, подсылай. Давай подсылай. Давай подсылай. И обрыв. Вы теперь нормально мне. Спортом занимаешься. Вам это нравится, да? Да. Какие-нибудь позиции. Вы знаете? Нет. А вам нравится? Да. Да. Мне нравится. Всё и видно. Вот этот момент, когда армянский так называемый полковник не смог даже сесть на стул, на камень, а до этого говорил о том, что он занимается спортом с таким-то тельцем. Но это, простите, смешно. Ну что ж, дорогие друзья, на этом, пожалуй, мы остановим данное видео. Я с вами попрощаюсь. Обязательно подпишусь на данный канал, на котором мы посмотрели последнее видео. Нажму на колокольчик, чтобы получать все оповещения с данного канала. Надеюсь, вы сделаете то же самое. и нажму, конечно же, на лайк. Надеюсь, вы сделаете то же самое в отношении данного моего видео. И подпишитесь на мой канал. Всегда ваш, Сеидов Кямран. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok